Спаниель. Виды породы, какие бывают разновидности. Небольшие охотничьи собаки-спаниели используются не только для добычи зверя, но и в качестве компаньонов. Их используют сотрудники правоохранительных органов для поиска запрещенных веществ. Многие деятели культуры и искусства заводят себе именно таких очаровательных песиков. Например, у писателя Михаила Пришвина их было четыре. Историческая справка. Первые сведения о собаках, объединенных термином порода Спаниель, относятся в древнейшем временам. В эпоху Александра Македонского была в ходу монета, на реверсе которой отчеканили собаку, очень похожую на современных представителей. Спаниель – очаровательный любимец всей семьи. Родиной принято считать Испанию, что отражено в названии. Именно спаниели составляли компанию крестоносцам, поскольку зарекомендовали себя как выносливые и отважные животные. Постепенно их очаровательная внешность стала причиной повышенного внимания аристократии. Испоходно-охотничьи группы спаниели перешли в разряд декоративных. Распространенные группы спаниелей. Основное подразделение – на охотничьих и декоративных. Основная классификация разновидностей спаниелей была проведена в 1800 году. Тогда выделили две группы собак по критерию массы тела. Полевые. Средний вес – около 9 килограммов, их также называли английскими. Кокер спаниели. Масса около 4,5 – 5 кг. По типу шерстного покрова могут подразделяться на коротко и длинношерстных. Спаниели пользуются популярностью во всем мире. Какие бывают породы. Настоящий домашний любимец, верный и очаровательный – это спаниель. Виды таких собак настолько разнообразны, что выбрать щенка по вкусу не составит труда. Описание английского кокер спаниеля. Это отличный охотничий пес, который за счет своих небольших размеров вполне может содержаться в квартире. Средний вес – 15 кг. Рост – 38-41 см. Телосложение мускулистое, но очень компактное и изящное, шерсть шелковистая. Однако вьющаяся считается отклонением от стандартов. Варианты окраса. Золотистый – самый популярный у поклонников породы. Красный, печеночный, черный, шоколадный. Стандартам допускается наличие пятен. Обратите внимание, полностью белых спаниелей в природе не существует. Английский кокер спаниель настолько миловиден, что редко кто сможет отказать ему в желаемом лакомстве. Животное очень хорошо умеет использовать свою лицевую мимику, чтобы выпросить что-то вкусное. Английский кокер спаниель. Настоящий аристократ собачьего мира. Кламбер спаниель. Это тяжеловес в мире спаниелей. Хорошо показал себя на охоте. Вынослив, послушан. Является предком союза бассет-хаундов и вымерших альпийских спаниелей. Порода относится к редким, в США каждый год на свет появляется всего 200 щенков. Кламберы используются в качестве поводырей, они настолько умны, что могут научиться читать по губам и общаться со своим глухим владельцем. Обратите внимание, щенки появляются на свет белоснежными. Пятна начинают проявляться на шубке ближе к трем месяцам. Производят впечатлениями длительного и флегматичного. Но на самом деле это очень энергичная и сильная собака. Ирландский водяной спаниель. Это очень активный и динамичный пес, которому необходим молодой и энергичный владелец. Для пожилых людей заводить собаку такой породы – не лучший выбор. Предками этой собаки считаются португальская водяная и не дошедший до наших дней английский водяной. Именно эта разновидность использовалась для выведения популярных пуделей. Обладает густой кудрявой шерстью, которая помогает псу хорошо плавать. Обратите внимание, стандартом допускается единственная разновидность окраса – шоколадный. Ирландский водяной спаниель – оригинальный питомец с позитивным нравом. Американский кокер спаниель. Рассматривая, какие спаниели бывают, нельзя обойти вниманием этого красавца. Это добродушный и общительный пес, замечательный компаньон, верный помощник на охоте. Первые сведения о представителях породы относятся к XIV веку, тогда животных называли испанскими спаниелями. Отличаются длинной мягкой шерстью, за которой нужен тщательный уход. Важно, стандартом допускается исключительно карий цвет глаз. Основные окрасы – рыжий, шоколадный, бело-рыжий, подпалый. Разрешаются небольшие пятна – краб. Питомец очень сильно привязывается к владельцу, поэтому отдать взрослое животное, значит, причинить ему серьезную психологическую травму. Уэльский вильш, спрингер спаниель. Благодаря своим безупречным рабочим качествам, эта собака длительное время использовалась как пистолетная. Сейчас часто заводится в качестве компаньонов. Особенности. Мягкая прямая шерсть. Темно карие глаза. Длинные уши. Добродушный нрав. Умение уживаться с детьми и другими домашними питомцами. Вильш, старейшая британская подружейная порода, основной вариант окраски – красно-белый. Несмотря на свои положительные качества, особой популярностью такие спаниели никогда не пользовались. Вильш спрингер спаниель – это гордый британский аристократ с безупречными манерами. Немецкий вахтельхунд, также известен как немецкий спаниель, ошибочно называют немецким кокер-спаниелем. Пользуется популярностью в Германии благодаря дружелюбному нраву, серьезности, интеллекту, умению все схватывать на лету. Дословно наименование породы можно перевести как «пес», предназначенный для охоты на перепелов. Шерсть у вахтельхундов волнистая или кудрявая, с густым подшерстком. Средний вес – 20-30 килограммов. Основных окрасов несколько, темно-коричневый, рыжий, белый, черный. Американский водяной спаниель. К числу пород спаниелей относится вид американского водяного. Очень редкая, но интересная порода. Выведена в 19-м столетии в Висконсине. Предками являются пудали, ирландские и английские водяные спаниели. Официальное признание получила в 1940 году. Используется на охоте на водоплавающую дичь, особенности характера, активность, настойчивость и высокая обучаемость. Однако при скуке собака способна проявлять упрямство, откажется в десятый раз выполнять одинаковое действие. Обожают детей, но требуют к себе повышенного внимания и не потерпят появления в доме второго любимца. Единственное исключение, если животные вместе росли. Американский водяной спаниель, непривычный для России питомец. Английский уэльский спрингер спаниели. Это замечательные охотничьи и рабочие собаки с незаурядным интеллектом и предрасположенностью к дрессуре. Английский спрингер спаниель. Рост 50 сантиметров. Вес 25 килограммов. Являются прирожденными охотниками, звуки выстрелов не пугают их. Шерсть плотная прямая, небольшие волны допускаются. Очень коммуникабельны, игривы, обожают владельцы его детей. Но оставшись длительное время в одиночестве, могут испортить обувь или предметы мебели. Уэльская разновидность очень хорошо плавает, отличается сообразительностью. Вес животного 20 килограммов. Рост до 50 сантиметров. Важно, используется на охоте на мелкую дичи в качестве домашних компаньонов. Кинг Чарльз. Это одна из самых красивых из всех пород спаниелей. Относится к древнейшим, изначально помогала на охоте, но постепенно стала комнатным любимцем всей семьи. Предками этих спаниелей считаются псы древних кельтов. Отличительные черты этого маленького спаниеля. Круглая голова, черная мочка носа, длинные аккуратные уши, глаза посажены широко, темные округлые, длинный хвост кольцом. Такой спаниель, короткошерстный, мех может быть слегка вьющимся или прямым. Этот пес, эмпат, он чутко понимает изменения настроения владельца и реагирует на него. Обожает внимание и ласку, но никогда не позволит себе навязчивость. И гриф нуждается в ранней социализации, перевоспитать взрослого запущенного пса практически невозможно. Обратите внимание. Очень похожая порода, кавалер Кинг Чарльз Спаниель, славящийся своей изумительной золотистой окраской. Милейший Кинг Чарльз Спаниель пленяет с первого взгляда, койкер хандьо голландский. Второе название, койкер, голландский спаниель. Это достаточно редкая собака, относящаяся к группе подружейных. В переводе название звучит как охотник на уток, однако сами псы не охотятся, они лишь загоняют добычу в ловушку, где в действие вступает охотник. Приманкой для водоплавающей дичи становится белый хвост питомца, однако причина, по которой он так привлекателен, пока не установлена. Особенности этого гладкошерстного спаниеля. Высота 34-40 сантиметров, а вес 9-13 килограммов. Средних размеров тело мускулистое, сильное, пропорциональное. Массивная удлиненная голова на изящной шее. Уши длинные, посажено высоко. Обязательными являются черные остевые волосы, серьги. Лапы сильные, но аккуратные. Голландские питомцы обладают добродушным нравом, но порой и очень доверчивы, поэтому с ранних лет нужно приучать их четко подразделять. Людей на своих и чужих. Японский хин. Это собака из Японии, одна из неаборигенных пород этой страны, получившая мировое признание. Также известно как японский спаниель. Предками являются тибетский спаниель, кавалер Кинг Чарльз. Рост в холке, 23-25 сантиметров. Вес, 2-3 килограмма. Вот как выглядит этот спаниель. Мелкая собака с широкой мордой. Над верхней губой находятся подушечки. Короткая широкая переносица. Крепкие белые зубы с прямым прикусом. Длинные уши треугольники висячие, посажены широко. Большие круглые, будто всегда удивленные, глаза. Радужка черная. Короткая шея, широкая грудь. Хвост с очень длинной пышной шерстью. Располагается на спине. Хины отличаются дружелюбным нравом. Они быстро находят общий язык с другими домашними животными и детьми, но к новым в доме людям. Насторожены, могут облаять. Обратите внимание. Собаки очень самолюбивы, терпеть не могут прикосновения чужих. Поэтому не стоит разрешать гладить свою собаку посторонним людям на улице. Описание Филд Спаниеля. Это средних размеров пес, родиной которого является Великобритания. Выводился для охоты, однако особой популярности не получил. Из-за чего сейчас отнесем к категории редких. Это спаниель с самой темной окраской шерсти, единственный допускаемый стандартом цвет, насыщенно шоколадный, но отдельные вкрапления. Светлых волос пороком не является. Собака нуждается в постоянной физической нагрузке, в противном случае становится агрессивной и неуправляемой. Рост – 42-45 см. Вес – 19-25 кг. Интересно. Также известен как шотландский спаниель. Сусикс спаниель – это коричневый пес, выведенный в графстве Сусикс, Великобритания. Рост – 39-42 см. Вес – 24-25 кг. Продолжительность жизни – 12-15 лет. Изначально использовалась для охоты, сейчас же чаще заводится как компаньон. Шоколадный Сусикс спаниель – верный помощник на охоте. Отличительные черты. Низкорослость. Шерсть очень густая, печеночного цвета с золотистым оттенком. Изначально существовал черный вариант окраса, но современным стандартам он не признается. На груди, ногах и ушах – очесы. Глаза карие. Уши подшерстка лишены. Представитель породы – пес флегматичный, но в полной мере раскрывает свой потенциал на охоте или в игре. Используется полицейскими службами для поиска наркотических средств. Тибетский спаниель – это декоративная мелкая собака, родиной которой, как следует из названия, является Тибет. Служила восточным монахом как сторож и компаньон. Сходство с европейскими спаниелями лишь внешне, общего предка эти породы не имеют. В древности работали в паре с мощными тибетскими мастифами. Завидев опасность, крошки спаниели подавали голос, призывая на помощь мощных мастифов, связываться с которыми охотники за храмовыми сокровищами не рисковали. Описание породы карликового спаниеля таково – удлиненное тело, небольшая округлая голова, короткие лапы, пышный хвост, расположенный на спине, небольшие висячие уши, широко поставленные темные глаза. Стандартом допускаются любые варианты окраса, но наибольшую ценность имеют собаки в темной шубке. Бретонский паньоль – это французская легавая собака, очень популярная у себя на родине, но малоизвестная за ее пределами. Родиной является провинция Британь. Изначально животные использовались браконьерами, поскольку при своих развитых охотничьих качествах отличались послушанием. Постепенно криминальное прошлое забылось. Теперь и паньоль – это верный друг охотников. Высота – 48-52 см, вес – 49-50 кг. Хвост короткий, допускается его отсутствие. Варианты окраса – белый с черным, рыжим или каштановым. Бретонский паньол никогда не унывает. Витерхун. Также известен как голландский водяной испаниель. Это очень редкая порода, знакомая преимущественно жителям Нидерландов. Основное предназначение – охота на выдру. Рост – 58-59 см, вес – 25-33 кг. Обладает плотной густой шерстью с завитушками. Варианты окраса – черно-белый или бело-коричневый. Относится к подружейным собакам, официально признан большинством мировых кинологических ассоциаций. Как выбрать щенка? Прежде всего, следует определиться, для какой цели заводится собака, для охоты или в качестве компаньона, семейного любимца. Перед покупкой следует оценить не только физические характеристики малыша, но и те условия, в которых он выращивался, внешний вид и состояние здоровья родителей. Собака-мама непременно должна быть упитанной, здоровой, а сам щенок – активным, игривым, хорошо кушать. Покупают спаниелей в возрасте двух месяцев, к этому времени малыши уже хорошо стоят на лапах, бегают, проявляют заинтересованность ко всему происходящему. Средняя цена – 10-50 тысяч рублей звездочка. В зависимости от того, берется питомец для выставок или просто в качестве домашнего компаньона. Показатели здорового щенка. Блестящая гладкая шерсть. Влажный носик. Чистые глаза без выделений. Ножницы и образный прикус. Важно, чтобы у выбранного питомца не было породных дефектов и проблем со здоровьем. В первом случае он не сможет сделать выставочную карьеру, во втором – создаст своему хозяину массу проблем. Спаниели – жизнерадостные, активные собаки. Разновидностей данной породы – множество, поэтому выбрать подходящую по внешности и чертам характера не составит труда. Главное – обеспечить хорошие условия для питомца, и тогда он станет верным помощником и компаньоном на долгие годы. Звездочка цены актуальны на декабрь 2019 года.